Здарова! Вы на канале Арси Табак, меня зовут Дэн, и сегодня долгожданный, я знаю, вы реально долго ждали, видос про мой лоси Рок Рэй Кит. Погнали! Но давайте по порядку. Приехал он ко мне разобранный вот в такой вот огромной коробке, 670 отдельных частей, которые мне нужно было собрать. Потратил я на это около, наверное, 3-4 дней по нескольку подходов, и во время сборки возникло дофига проблем. Нет, ну собирал-то я, конечно, по инструкции, вроде бы, казалось бы, какие могут возникнуть проблемы. У тебя нарисовано этот болт, воткни сюда. Нет, братва, лоси так не делают. Пособирал я немножко лосика нашего, что у меня получилось? Вот его, так сказать, передняя часть, передняя подвеска. На самом деле, все довольно-таки неплохо собирается, качество пластика довольно классное. Задний мост меня вообще поразил. Смотрите, какой он здоровый. Он реально большой. Собранные тяги, сразу металлические вот эти вот алюминиевые держалки моих тяг, очень круто. Имитация тормозных дисков. Ребята, у меня знатно пригорел пулкан по поводу этого всего. Вот эта вся классная фирма наша лоси, оказывается, делает кривые инструкции. Значит, вы видели в ускоренном, как я собирал дифференциалы. После того, как я собрал дифференциал, я установил, значит, всю эту красоту по инструкции в гирбокс. Если бы я был неопытным человеком и собирал бы эту модель в первый раз, то, собрав вот так вот это все дело по инструкции, скорее всего, при первом же выезде у меня бы не стало главной пары. Объясняю, в чем причина. Вы видите, как устанавливается здесь вот этот вот задний дифференциал, грубо говоря, с главной парой. И вот это вот маленькое колечко. Короче говоря, вот это вот колечко должно быть с другой стороны. Что на масте сзади, что в редукторе впереди. Потому что, если мы устанавливаем его вот таким вот образом, у нас происходит закусывание шестеренок главной пары при прокручивании. Я разбирал, собирал, думал, что я что-то не так прикрутил. Блин, это же лоси, это не какой-то там китайский Китай. Вот, ладно, будем дальше собирать. Ну, как говорится, буду краток. Сборка была неприятной. Я успел несколько раз разочароваться в том, что заказал себе именно вот такой вот кит-набор. Гораздо проще было купить РТР-комплект и не париться вообще. Например, у меня половина болтов не подходили по своим резьбам туда, куда было нарисовано в инструкции. Сборка клетки это отдельный геморрой, который вообще непонятен мне. И вот вся инструкция, вся вот эта бумажка, она была построена на том, что вроде как бы вот нужно сделать так. Но, сука, если ты делаешь так, есть шанс, что у тебя все сломается. Поэтому нужно было додумывать. Короче, настроение он мне подпортил в этом плане. Однако же я справился, потому что у меня есть опыт. Если бы этого опыта не было, ну, я думаю, что капец. Скорее всего, я бы его либо не собрал, либо собрал бы и сразу же его сломал. Что, конечно, особенно порадовало, так это наличие алюминиевых частей в ките. Как минимум, металлическая дека, это прям, ну, очень приятно. Ну, а вот качество материалов, конечно, стоит отдать должное. Пластик прям вот такой. Все четенько, все красиво встает, ну, вот как нужно, да. Как бы детали подгонять друг по другу не приходится. Все сразу сделано за нас. В общем, с горем пополам я собрал саму шаську. Конечно же, впечатлился ее размерами. Такого класса у меня еще не было. И вот эта вот клетка массивная, вообще в целом шаська. Ну, вы посмотрите, он ведь реально огромный, то есть он большой. И то, что производитель вам пишет и говорит, что это масштаб 1 к 10 полная чушь. Это реальная восьмерка. И внутри у него тоже все от восьмерки. Так что к тому моменту, когда мне пришлось устанавливать электронику, я столкнулся с серьезными траблами. Объясню почему. Рассчитывал я на масштаб 1 к 10. Соответственно, электроника, моторы, регуляторы, сервоприводы. Все, что у меня было, ну и что я хотел туда поставить. Оно у меня было рассчитано на 10 масштаб. Но не тут-то было. Данная тачка это восьмерка. И предполагает мотор для восьмого масштаба с 5-миллиметровым валом, который, соответственно, требует пиньон с таким подходящим отверстием. Пиньон идет в комплекте. Модуль у этого пиньона первый. Большой таких пиньонов у меня нет. Мотора с валом в 5 миллиметров у меня тоже нет. И, собственно говоря, что делать? Ну а тут спасибо ребятам из хобби-центра. Пришли мне на помощь и подогнали вот такой вот отличный мотор на восьмой масштаб. Как раз таки с валом в 5 миллиметров на 2150 оборотов на вольт. Как раз то, что мне было нужно. Ссылочку на данный мотор, конечно же, оставлю в описании под видосом. Вообще, электронику на эту тачку в спешном порядке мы собирали всем миром. За регулятор отдельное спасибо хочу сказать Евгению Гаретову. Женя, спасибо тебе огромное. Регуль подошел. И, кстати говоря, мотору надо тоже отдать должное. Он хоть и сенсорный, но с бесценсорным регулятором работает нормально. Регуль хобби-винговский SC8. Нормуль. Вот. Сервопривод тоже такой стандартный. Я поставил синего цвета, металлический, по-моему, Power HD на 20 килограмм. Waterproofный. Ну и аппаратуру использовал Sunwoo MX-5 с waterproof-ным приемничком. Ничего особенного, но хорошая аппаратура японская. Кстати говоря, что офигенно порадовало, у этой тачки сразу в комплекте была вот эта вот люстра здоровенная, которая светит прям просто как прожектор, как дальний свет. Тачку видно очень здорово. Пришло время колес. Колеса это отдельный разговор. Они, блин, здоровенные. Вы посмотрите на эти колеса. Это просто, ну, реально большие копки. И диски 2.2 в стоке идут не бэдлоки, поэтому их пришлось проклеивать. Намучился довольно конкретно. Тоже мне это не понравилось делать абсолютно, потому что бэдлоки чуть-чуть поменьше, примерно на миллиметр, чем отверстие в резине. И, ну, неудобно. Поэтому приклеились они слегка неприкольно и начали так вот высмирить. Ну и время подошло к кузову. Я не хотел заливать его в один цвет и вот решил попробовать в кое-то веке покрасить кузов в три разных, получается, цвета. Сначала я нанес на него рисунок специальным маркером. После этого мне пришлось наносить маски и послойно все это дело вырезать. А когда я посмотрел на сложность этого рисунка, решил, что, блин, для начала лучше потренируюсь-ка я просто на отдельной крыше. Получилось неплохо. Ну и дальше я уже пошел и залил весь кузов. Потом открыл, порадовался и установил на тачку. Также мной заблаговременно были заказаны светодиоды с Авиэкспресс за 150 рублей. Красные и белые, которые я установил вперед и назад. Так как впереди у меня были уже отражатели в ките, получилось очень стильно. Ну а сзади я их, можно сказать, в специальные такие пазы вставил, которые были в комплекте. Зацените, как он светит. Только предупреждаю, лучше одеть солнечные очки. Не знаю, видно ли вам вот эти вот светодиоды. Они лупят желтым цветом. Выглядит очень круто. Впереди прям суперски. Вообще тачка-пушка-гонка. А сзади вот такие вот стопари. Мне кажется, он мне лицо подсвечивает. Прям можно страшную историю вот так рассказывать. После сборки и настройки мне не терпелось похвастаться и показать эту тачку ребятам, с которыми мы катаемся каждую неделю по воскресеньям. И я отправился на тесты для того, чтобы понять, что из себя представляет тачка. Ну что, братва, сегодня тестирую лося, как и обещал, на разлоках. И покажу вам, почему он не трофе. Едем пока, пробуем со всеми вместе. Нас тут вообще, честно говоря, толпа. Во, смотрите-ка. Я вот уже забуксовал. Видите, в чем дело? Разлоченный дифференциал. Колесо стоит. Это колесо крутит. Но если подгазовать, то едет. Это все наши друзья. Все идут с тачкой. Офигеть, собралась толпа. Просто явка, как на соревнованиях. Стрел. Видите, мозг задний крутится отдельно от морды. Залоченный дифф дает нам много веселого. Есть флогинг небольшой, но это не критично. Проедет, ну что, выбору, кстати, дает о себе знать. Клево. Задний закрытый, а центр дифф у меня открыт. Поэтому сейчас будем смотреть. Ему нужно с небольшим накатиком давать. Видишь, он... Поедем. Ну, конечно, он... Вот, собственно, почему он не тропи, да? Потому что разлог. Но мы же можем разлог-то всегда убрать. Зато на нем можно вот туда вниз ехать. Там пам-пам-пам-пам. Кстати, наверное, даже вверх. Там пам-пам-пам-пам. Там пам-пам-пам-пам-пам. 2С. А максимум какой? 4С. А, это на 2С? Да, это 2С. Слушай, неплохо для 2С. Колеса большие. И он вообще не напрягается. Так, ну что, братва, я, короче, на нем покатался. И мое мнение про эту тачку, несмотря на то, что собирается он как кусок говна и куча огромных ошибок, приходится додумывать. И тяжело, и долго, но он офигенно интересный. Несмотря на то, что разлоченный передний дифференциал и центральный дифф у нас есть, штука едет просто круто. Она, в принципе, не уступает трофейкам. Если все это дело залочить, то он будет как настоящий трофе. Но, я думаю, что этого делать не нужно. Вот эта вот мощь, которая заключается в его движке, она должна высвобождаться через дифф. И, в принципе, я не сильно уступаю трофейкам. По крайней мере, пока по такому грунту он едет даже лучше. Очень клевая штука. Буду катать дальше, тестить. Так, ну а теперь мы в стихии этой тачки. Вау! Апхил, даунхил – это то, что для него. Низкий центр тяжести. Субтитры сделал DimaTorzok Пробираемся через сугробы. Несмотря на разлуки, едет довольно бодро. И меня это, честно говоря, очень удивляет, конечно, и радует. Ну и сегодня еще снег такой приятный, подтаявший. Здесь, наверное, надо газочку подбегать. Прошли. Красота. Сейчас будем выбираться. Здесь надо будет газануть и вылететь. Ну, он прям великолепен. Огонь! Охренеть! А вот, ребята! Подписывайтесь на мой канал! Берегон! Угу. Несмотря на мой канал! Ахилу! Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот вот, сейчас. Ну да. Короче, после покатух и первых тестов, мое разочарование от сборки и общее унылое настроение, потому что все довольно долго и сложно собиралось, сменилось просто на какой-то поросячий восторг. Я могу сказать, что этот класс модели, он не похож ни на что. Это нечто среднее между трофи, шорткорсом и монстром. Короче, тачка просто, ну реально классная, на ней реально весело ездить. Единственный момент, жрет аккумуляторы просто как сволочь. Я потратил 4 аккума 2С. В среднем хватает минут на 30 активной езды. Ездить на нем медленно возможно, но не хочется, потому что он позволяет вот это вот рубилово устраивать. Короче, модель прям реально здоровская и несмотря на то, что он хреново собирается, я могу порекомендовать вот эту вот тачку. Что касается именно кит-наборов. Компания Лоси сняла их с производства. Сейчас их невозможно найти в открытой продаже. По крайней мере, вот на данный момент, когда я записываю это видео. Возможно, это связано с тем, что очень много было плохих отзывов по поводу того, что неправильно написаны инструкции. И я могу понять, в принципе, контору, если они сделали такой шаг для того, чтобы улучшить инструкции. Но вы можете купить данную тачку сразу в РТР-комплекте. И я думаю, что это самый оптимальный вариант приобретения данной модели. Что ж, братва, надеюсь, что данное видео было для вас полезным, интересным, но и долгожданным. Поэтому не забывайте поставить лайк, подписаться, оставить коммент, лупите в колокольчик для того, чтобы не пропускать видео. И помните, вы были на канале Арси Табак. Для вас старался я, Дэн. До встречи. Всем пока.